Память Ильягу бен Михаэль В нашем Мишне, если вы помним, а мы помним точно, было сказано, что по мнению Раби Иуды, время произнесения дневной молитвы Минха до половины Минхи И на прошлом уроке, то есть Минху можно начинать какое-то время днём, и её можно продолжать начинать в любое время, мы говорим о начале Минхи, в любое время до некоторого момента, когда говорим, всё, Минху уже нельзя начинать. Закончилось время Минхи И этот момент мы определили на прошлом уроке, так мы говорили, что есть на самом деле две Минхи, два таких момента, когда читают вообще, читают, произносят всю Минху Минха большая, Минха кдола и Минха малая, ктана Большая наступает в шесть с половиной часов, это такая точка, на циферблате шесть с половиной часов сначала в светлой части суток, это называется день, йом А малая в девять с половиной часов, то есть мы помним об этом, что мы делали Солнце поднимается с востока, и это будет начало первого часа, таких часов три, потом шесть, шесть, всего будет двенадцать часов Шесть – это Солнце находится в зените, потом оно склоняется к западу, и седьмой час кончается, восьмой час кончается, там мы при окончании часа можем писать цифру семь И когда доходит до западной точки, сейчас снова уйдет, шке, или некоторые говорят, когда появятся звезды, вообще свет уйдет с небосклона То этот момент, называется двенадцатью часами, является завершением дня Значит, начинается с начала первого часа, но неудобно говорить, ноль часов, нет такого момента Это начало первого часа, потом кончается первый час, второй, третий – это четверть дня Четвертый – это третий дня, просто все их двенадцать часов Шесть часов – полдень Так вот, Минха, Минха Гдула начинается, ее читать можно, начиная с шести с половиной часов Шесть часов и еще немножко к западу Вот этот момент, он называется, момент сам называется, Минха Гдула И теперь мы можем произносить Минху, начиная с этого момента и до самого вечера, по мнению мудрецов, до двенадцати А по мнению раби Иуды, только до плагминхи, до половины, до такой точки, которая называется половина Минхи Сейчас мы разберемся, что это такое главное, что если разговор идет о большой Минхе, то начинаем с шести с половиной Но есть еще и Малая Минха, она соответствует именно тому реальному жертвоприношению, которое ежедневно приносилось в храме И вечером наступало это время ближе к окончанию дня И сообщается, что все это начиналось в девять с половиной Ведь здесь шесть, здесь двенадцать, здесь будет девять и еще немножко В девять с половиной часов начиналось время, которое называлось Малая Минха И тогда, если мы говорим о времени завершения Минхи, то по раби, по мудрецам, рабананам, сказали до двенадцати А по раби Иуды только до половины этой Минхи Сейчас мы скажем, что такое половина Вопрос в другом, и очень простой вопрос Когда он сказал Минха, ад, плаг, а Минха То есть она идет до середины Минхи Какую Минху он имел в виду? До какой точки? Половина чего из этих двух диапазонов, этих двух отрезков? Тот, который от шести с половиной до двенадцати? Или тот, который от девяти с половиной до двенадцати? Такой у нас будет первый вопрос, который мы хотим будем сейчас задать И так начинается Ибая Тлеху Спросили в доме учения Значит, сидели мудрецы, научники Талмидей Хахамим, Талмид Хахам Спросили у своих мудрецов Которые являются, кстати, персонажами Талмуда Поскольку все это в Талмуде происходит, не в Мишне И они спросили Ибая Тлеху Раби Иуда, плаг, минха, кама, камар Раби Иуда, говоря о половине Минхи Кама о первой сказал О плаг, минха, ахарона Камар Или он сказал о плаг, минхе, говоря об этом Последнее Первое и последнее у нас вроде не было такого У нас была большая минха и малая минха Никто никогда не говорил о первой и большой Так или иначе Мы сейчас это так переведем И так сказано у наших коммендаторов В раше и всех остальных Что такое о плаге минхи? О первой плаге минхи Смотрите Раби Иуда Плаг, минха, кама, камар Плаг, половина, минха, минха Это минха, молитва А первая относится к чему? К плаге или к минха? Первой половине минхи сказал Или о половине первой минхи? Что такое первая минха? Первая минха здесь имеется в виду Большая минха Она и называется первой Потому что рассматривается всегда Все начинается с первой Первая рассматривается большая минха Потом малая Поэтому и объяснение пришло Мы сейчас будем говорить Возможно о том Сейчас будем говорить о том Что возможно Раби Иуда сказал О половине первой минхи То есть большой минхи Что такое половина первой минхи большой? Сначала сейчас расскажу А потом даже табличку посмотрим Потому что нужно все это представлять Что это такое все Он так сказал Это половина того отрезка Который начинается Большая минха От 6,5 до 12 И поэтому Сейчас мы возьмем Мы с вами рассчитаем все это От 6,5 до 12 Остается 5,5 часов Раз от 6,5 до 12 Остается 5,5 часов Надо это разделить пополам Почему? Потому что мы же говорим Половина минхи и плагминха 5,5 пополам Это будет 2 часа и 3 четверти Следовательно С 6,5 И до момента Который называется 6,5 плюс 2 часа и 3 четверти Называется До 9 с четвертью Можно произносить минху А вот По Раби Иуда Позже уже нельзя То есть он сказал Когда он сказал От плагминха Это он имел ввиду Первую минху Большую Что он имел ввиду? До 9 с четвертью часов Начинается С 6,5 И до 9 с четвертью Так задает вопрос Об этом ли он сказал Или О плагминха О хорона Каамар Или о последней минхе О половине Последней минхе Это же означает Что он имел ввиду Малую минху Она поэтому называется Малой И тогда Чтение Чтение Произношение Произнесение Молитвы Минхи Оно идет До До 11 с четвертью Сейчас я скажу как Начинается С 9 С 9 С 9 С 9,5 Начинается С 9,5 До 12 До 12 Остается 2,5 Правильно, да? Рыбаре Если 9,5 То до 12 Остается 2,5 Половина этого времени Это Час с четвертью Следовательно С 9,5 До Еще плюс Час с четвертью До 11 Без четверти 10,3 Четвертых Можно Призносить Минху Так сказал Так сказал Кто? Раби Иуда Еще Знаете Какой еще вопрос Можно было задать? Вообще-то На самом деле Вещь-то Непростая Здесь у нас Мы рассматриваем А именно Раби Иуда Называет В указанный момент Половиной Минхи Так он сказал До половины Минхи А сам считает Что до этого времени Призносит Минху То есть это Конец Минхи А не половина Минхи Как же так? У него просто языковое Несоответствие До какого Когда будет Конец Минхи? Когда будет Половина Минхи? Это очень странно Один из ответов Очень простой Он сказал Есть такая точка А ему сказали Какая точка? На циферблате Он сказал Что у вас Минхой называется? Ну сказали От 6,5 До 12 Ну да Большая Минха Он сказал О! Для вашей Минхи Это будет Только половина Минхи Вот до какого времени Так я получал У наших мудрецов Можно начать Призносить Минху Это ваша Минха Не его А ваша Ну а теперь Посмотрим на таблицу Это все станет понятным Смотрите Таблица очень простая Вот такая полосочка Это время Оно идет Слева направо Видите Сверху написано 6 часов Это полдень Когда солнце стоит В зените 7 часов 8 9 Солнце приближается К западу 10 часов 11 12 Все Солнце село Вот это время А Снизу Написаны Вот эти моменты О которых мы здесь говорим Видите Точка Б Это большая Минха Так мы сказали На прошлом уроке Что начиная С точки Б В сторону 12 В сторону Направо Двигаться Это Можно Это время Минхи Большая Минха Точка Б Это 6,5 часов Так у меня приблизительно На глаз Оно похоже А есть Еще и малая Минха Точка М Видите Точка М Это та точка Реального Жертвоприношения В храме И Она соответствует 9,5 часам Она стоит вправо Видите М Внизу М Ра Биуда Сказал До Половины Минхи Какой Минхи Большой Или малой Отвратим эти две точки Половины большой Минхи Это не что иное Как 9 С четвертью Сейчас там только Об этом высчитали Читается очень просто От большой точки От точки Б До 12 Вот это время Разделим пополам Эти вот 5,5 часов Разделим пополам Точно Мы получим Получаем Точку П Б Половина большой Минхи Это 9 С четвертью Видите Между Минхой И 9 часами Минха 9,5 А Половина большой Минхи 9,4 А что такое Половина малой Минхи Это П М у нас написано Это Ничто иное Как половина Между точками М И 12 Часами Между М и 12 Часами М Это не что иное Как 9,5 До 12 часов 2,5 Значит От Этой половины До 12 Будет час Четвертью Это мы и сказали Час Четвертью Это 11 Без Четвертью Не больше Не меньше Так вот Гемар Сейчас Только Спросил Когда Последний Срок Когда По Раби Иуде Можно Прознать Минху Точка П Б Или Точка П М В принципе Сейчас Мы найдем Ответ И получим Есть еще Одна Интересная Вещь Очень любопытная Вещь Вы сразу Обращайте Внимание Что По Раби Иуде Первое Мнение До Половины Большой Минхи Это же Раньше Чем Начинается Минха Малая Это Очень Странно Как-то Сейчас Другое Дело Что Мы Сейчас Объясним У нас Будет Барайта Что Нет Никакого Половины Большой Минхи Но Сам Вопрос Очень Странный Уж Не думает Ле О Половине Большой Минхи Как Он Может Думать Когда Это Раньше Чем Сначала Малой Минхи Так Вот Поэтому Есть Другое Объяснение Гемары А Именно Можно Смотреть На меня Сейчас Дело В том Что Было Сказано Половина Плаг Минха Гдула Или Ктана Половина Какая Мы сейчас Сказали Половина Относится К слову Минхи Большая Или Малая Первая Или Последняя Относится К Минхи Первая Это Большая Вторая Это Малая А Почему Мы Сказали Что К Минхи Ведь У нас Сейчас Неувязка С тем Что Раби Иуда Оказывается Конец Завершения Минхи По одному Изменению Раньше Начало Минхи Малой Минхи Поэтому Говорится Так На самом деле Разговор Идет О Малой Минхи Всегда И Гемара Спрашивает Раби Иуда Говоря Малой Минхи Что Имел Первую Половину Этой Малой Минхи Или Вторую Половину Малой Минхи Понятно Да В первом Случа Тогда Посмотрим Словно Табличку Минху Можно Начать В 6 С половиной Часов Что 6 С половиной Часов Это Общее Мнение А Вот Конец Этого Срока 9 С половиной Часов Он Говорил О Начале Малой Минхи Да Это А именно Начало Малой Минхи Это Начало Второй Половины Минхи 9 С половиной Часов Конец Этого Срока А во втором Случа Это 11 Часов Без Четверти Что Мы И Говорили Ну В принципе Все Сейчас Мы Продолжаем Урок Наш Потом Сейчас Еще Посмотрим На Таблицу Одним Словом Вы Понимаете Вопрос Да Раби Иуда Имел Ввиду Девять Четверти Или Одиннадцать Без Четверти Когда он Сказал Что До Половины Минхи Ташма Гемара Говорит Иди Слушай Ответ Сейчас Я тебе Расскажу Ответ Раз Сейчас Сказан Ташма Сейчас Скорее Все Просто В чистом Виде Без Акой Логики Приведут Закон Так Оно И есть Детанья Потому Что Учили В Барайте Детанья Всегда Барайте Теперь Барайте Звучит Так Раби Иуда Омер Раби Иуда Говорит Плага Минха Ахарона Амру Амру Это значит Раби Иуда Говорит Что Последние Минхи Сказали Мудрецы Так Он Получил У себя Когда Сказали Ад Плага Минха То Имелось Ввиду О Половине Последней Половине Минхи А именно Ги Ахад Эсреша От Хасер Рвия Это 11 часов Без Четверть То есть О начале Второй половины Того Что называется Малой Минхи Не больше Не меньше Ну все Теперь можно Будет А Таблицы Мы видим Да Что это такое Это не что иное Как точка П М Начало Второй половины Малой Минхи Начало Первой Половины Начало Вообще Малой Минхи Это М М Начало Второй Половины Это П М Вот Таков Финал Таков Закон И так Как получили Мудрецы Каин спрашивали Своих учителей Они наверное Еще не знали Этой Барайты Гемара Привела Эту Барайту Мы надеемся Что и учителя Привели Своим ученикам Эту Барайту Вне всякого Сомнения Продолжаем Учиться Вот по-русски Когда мы говорим До четырех До семи Понятно Все понятно Не видите Не совсем понятно Это Почему Потому что От арба Нет порядковых Числительных Это может быть И до четвертого Часа Вот если я сейчас скажу Что мы завтра Срещаемся с вами А в любое время Я подойду к вам Ну до четырех Это нормально Да До четырех Что это означает Это означает Что до тех Весь этот период Пока стрелка Не подошла К цифре четыре Четыре Включается Или например Скажешь До четвертого Часа Я к вам Подойду О Звучит отсюда Что я подойду До начала Четвертого Часа То есть До момента Когда стрелка Коснется цифры Три И это и будет Начало Четвертого Часа А Вы врите Сложнее Нужно указывать Очень часто Нужно указывать Включается ли это Момент Который Ты называешь Или пространственный Момент Пространственный Точка Ты говоришь До чего-то Включается Это В рассмотрении Так Немножко Будет попозже Вопрос Сейчас еще Очень мелкий вопрос Сейчас очень быстро Они его закончат И мы перейдем К вопросу Адв Адбихлаль Включается Или не включается Тут сейчас Занимаются Таким вопросом Помните Мы с вами говорили Что у нас было Два мнения Рабь Йоси Берейда Раби Ханина Он сказал Что молитвы Установлены Проатцами И еще было Мнение Раби Ашуа Бен Леви Который сказал Что молитвы Были установлены Мудрецами В соответствии С теми С теми Жертвами Которые Проносились В храме Такое сейчас Сказано Такой интересный Вопрос поднимается Неожиданный Если бы мы с вами Учились Вавилонской Академии Может быть Мы его и даже И не сдавали бы А Гемарова Задает И вопрос серьезный Нейма Тигавей Тигвей Так Нужно прочесть По-сепарски Нейма Тигвей Что нужно сказать Тиюфты Дараби Йоси Бараби Ханина Нейма Скажем Можем ли мы Сказать Что это Тиюфты Тиюфты Это значит Вопрос Сложность Нашей Барате Которая Сейчас Была сказана Подтверждающая Мнение Раби Ашо Бен Леви Да Последний Когда мы Говорили Не вот это Барайта А на прошлом Уроке Когда мы говорили Что молитва Установлена В соответствии С жертвами Храма И была еще Барайта Подтверждающая Его мнение Помните Что это Барайта Которая Подтверждает Мнение Раби Ашо Бен Леви Из нее Следует Противоречие Очевидное Барайта Мудрецы Установили В соответствии С жертвами Трудность Кушья В том случае Тиюфта Для слов Раби Йоси Сын Раби Ханины Который Сказал Что молитвы Установлены Трудности Установили Но кто Сказал Что они Установили Для всех Они Установили Только Для себя Так Не Установили В своей Семье Вот Когда Мы Говорим О Барайте Что Мудрецы Установили Молитвы В соответствии Со сроками С временем Приношения Жертв Понятно Это для всех Они Установили Поэтому Сложности Для Раби Йоси Сыну Раби Ханины Вот он Он так Говорит Что это Для всех Установлено А где В Барайте Этого же Нет Такой Вопрос Возникает И Амар Эльха Раби Йоси Раби Ханина Сказал Тебе Раби Йоси Раби Ханина Сейчас он тебе ответит На твой вопрос Для него Никакой сложности Здесь нет Хотя Вроде бы Откуда ты взял Чтобы Радца Для всех Установили Сейчас он так скажет Амар Альха Раби Йоси Раби Ханина Так бы мог Сказать Леулам Эйма Лах Тфилот А вот Тикнум Леулам На самом Деле Я перел Как Все-таки Все-таки Я скажу тебе Эйма Скажем Скажу тебе Эйма Лах Вы заметили Что здесь написано было Амар Альха А сейчас я читаю Эйма Лах На письме нет никакой разницы Откуда я знаю где Лах А где Лах Есть Амар Альха Это иврит Эйма Лах То же самое Но на Арамите Поскольку Эйма Это арамейское слово Значит И Лах Арамейская форма Местоимения Эльха Я тебе скажу Тфилот А вот Тикнум Мне нет Совершенно точно Постановили Это наши Прадцы В Эсмехин Гу Эрабанан Акарбонот А обосновали Эти Молитвы Установили Их сроки Сроки Это значит Время В течение дня Как раз Мудрецы Акарбонот Акарбонот На карбонот Опираясь На жертвоприношение Полагаясь на них То есть Мудрецы Взяли молитвы Наших прадцев Все молились И обосновали Их время Чтобы не было Разнобоя Вот какое их время Исходя из сроков Жертвоприношения В храме Другое дело Что у нас В нашей Мишне Есть две школы Школа Танакама Которая сказала Вот как они постановили И Эрабий Иуд Сказал немножко по-другому Ну было постановление такое Так сказал Эрабий Иоси Берабий Ханина И продолжает Дейлотеймагахи Потому что Если ты не скажешь так Если ты не согласишься со мной Что их обосновали Мудрецы Полагаясь на Жертвоприношение Дейлотеймагахи То Тфилат Мусов Ли Рабий Иосиф Берабий Ханина Ман Такна То Мусов Молитва Мусов Согласно Рабий Иосиф Берабий Ханина Кто ее Установил Петтор не сообщает Что кто-то из наших прадцев Молился Молитва Мусов Он говорит Что Обосновали Мудрецы То есть Обосновили Праатцы И согласился Что А потом Мудрецы Я согласен С Рабий Ашуа Бен Леви Что потом Они Установили сроки Первыми были Мудрецы Почему Он добавил Это Потому что Если он так бы Не сказал То ему Очень сложно Серьезно возникает А Мусов Откуда взялся Мы знаем Что Авраам Установил Шахрид Яков Ицхак Установил Минху И Яков Установил Марьев Аравид А про Мусов Мы Никто Нигде Ничего Никогда Я не встречал Кто Установил Эту молитву Мусов Который Читается Рошходыш Вот сейчас Я нахожусь В Рошходыш Вместе С тем миром Который Сейчас В реальном Онлайне Здесь присутствует Ребарье Рошходыш Скажешь Как он Сказал Братцы Установили А мудрецы До Установили То возникает вопрос А молитва Мусов Тфилат Мусов Раби Хингу Рабанан Акарбанот И отсюда Теперь сразу Видно Что 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 Произошло Установили Пратцы А мудрецы Полагаясь На жертвоприношение Установили Их время Их сроки Установили Мудрецы По храмовым Жертвам Включая Жертву Мусов До которой Была Установлена Молитва Мусов Кем Мудрецами Большого Собрания Как видим Раби Йоси Сын Раби Ханины Согласился С Раби По поводу Установления Молитвы Мусов Прямо так С Мусов Я с тобой Согласен Это мудрецы А с первыми Три Молитвами Молитвами Регулярными Шахрет Минха И Аравит Это установили Пратцы А мудрецы Только установили Что Установили Ее Молитву Мусов Установили Мудрецы Обосновав Ее время Сроком Приношения Мусова А не Жертв Витамид Таково мнение Раби Йоси Сын Раби Ханина Можно вообще Еще так сказать Такой вопрос Если он признал Их правоту По поводу Мусов Почему не согласился По поводу Остальных молитв А ну Точно С Мусов Не могу Сказать Что мудрецы Пратцы Установили Поэтому Скорее всего Мудрецы Да Мудрецы Согласен А раз так Наверное Все они Установили Почему Он согласился С ними По поводу Мусов Не согласился По поводу Остальных Трех Молитв Ответ Очень простой Он так Читал Так он Сказал Пратцы Установили Три молитвы Совершенно Точно Железно Не установили Сроки А три молитвы Установили А мудрецы Добавили Мусов Да еще Заодно Установили Сроки Для всех Четырех Молитв Добавили Мусов Они Это означает Что если бы Пратцы Не установили Первые Три молитвы То и мудрецы Не добавили Бо Мусов Вот В чем Заключается Хедуш Новость Его сообщения Ну а теперь Переходим К нашему вопросу Ад Что такое Значает До Так мы Говорили Про молитву Шахрит Раби Иуда Умер Ад Арба Шаот До Четырех Часов Что это было О чем это было Сказано О молитве Шахрит До Четвертого Часа Ад Арба Шаот Что это Значает До Четвертого Часа Включая Его Или Не Включая До Трех Завершенных Ибает Легу Ибает Легу Спросили Их Мудрецов Той же Самой Академии Павилонской Сейчас они Спросят До Выражения До Четвертого Часа Что здесь Имеется Имеется Ввиду Ад 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 Бих Л Ад Бих Ад В Л Ад Бих Л Ад В Ад Бих Л Это Называется Некоторый Момент Может быть Даже Не Момент А Некоторые Куфа Период Час Два Вот Как я Говорю До Весны Это Понятно По русски Это звучит Очень просто До Весны Весна Началась Все Закончил Срок Ожидания Чему-то А Когда Я говорю До Шестой Улицы Езжайте Младой Человек А там Выходите И пойдете Переулком По этой Шестой Улице Налево Это Шестой Улица Налево Потом Поверните Свою Машину Это Включает Шестую Улицу И нет Включает Ведь Иногда Что-то Включает А иногда Что-то Не Включает Вот Здесь Что Было Сказано Ад В Ад Бихлаль До И До Которые Внутри Бихлаль Это Включая Бихлаль Это Общность Ад Бихлаль Назовится По-русски Включительно О Дилма Раборит Меня Видишь О Дилма Или Может Быть Или Может Быть Ад Вело Ад Бихлаль Ад Включается А вот Вот Это То До Чего Этот Ад Ад Ло Бихлаль Это Не Включается Так Он Сказал Ад Что Так Что Ад В Ад Бихлаль Или Ад Вело Ад Бихлаль Вмешне Сказано Что Интереснее Что Мы Сейчас Здесь Занимаемся Шахар Вмешне У нас Сказано Шахар До Полудня Так Сказали Мудрецы Правильно Ад Хацут Так Сказано Правильно Аминха До Вечера Так Сказали Мудрецы Ад Эрв До Наступления Ночи Там Вопрос О Значении Слов До С Минхой Не Возникает Потому Что Понятно Что После Полудня Шахар Как Только Мы Говорим До Полудня И До Вечера Все Понятно Никто Не спрашивает Что Да Включай Или Включай Есть Такой Момент До Этого Момента Понятно Что После Полудня Шахар По Всем Мнения Никто Не Молится Минху Не Молится После Наступления Вечера Солнце Закат Солнце Появление Звезд Но По Поводу Четвертого Часа Это Не Точка Это Целый Кусочек Такой Вопрос Возникает Относится Четвертый Час Целиком К тому Времени Который Считается Утром Бокер По Бокер Молитва Утренняя Считается Шахар Когда Когда Можем Читать Молитву Шахар Этого Вопрос Только Возникает Только Связано С Чисными С часами И Гемара Сейчас Попытается Ответить На этот Вопрос Причем Самое Интересное Что Попытку Мы Сегодня До Конца Не Доведем Она Еще Будет На Следующем Уроке С Божьей Помощью Байзран Сейчас Мы Хотим Узнать Ад Арба Шаот Включает Четвертый Час Или Не Включает До Трех Называется Сейчас Там Будет Отвечать Гемара На этот Вопрос Выучив Это Из Минхи Ташма Иди И Слушай Сейчас Будет Ответ Вот Такое Это Доказательство Из Минхи Раби Иуда Омер Раби Иуда Говорит Он Сейчас Говорит Ад Плаг Плаг Аминха До Половины Минхи Так Он Сказал Про Шахат Мы Знаем До Четырех Мы Не Знаем Включать Четыре Не Включая А С Минхой Ад Плаг Аминха И Слово Можно Тоже Трептовать Включать Включительно Или Не Включительно Включая Половину Или Не Включая И Гемара Рассмотрит Оба Сейчас Лучше Сейчас И Включим И Выключим Сейчас Все Увидим И Амарта Бишлама Ад Велуад Бихлаль Заметили Сейчас Сказ Слов Бишлама Внутри Такой Ответ Это Уже Подсказка Если Ты Очень Хорошо Скажешь Это Будет Удачно Сказать Ад Велуад Бихлаль Не Включая То Это Будет Хорошо А Если Ты Скажешь Включая Будет Плохо Уже С самого Языка Это Слышно Переводим И Амарта Если Ты Скажешь Бишлама Ад Велуад Бихлаль Когда Мы Говорим Ад Плага Минха До Середины Минхи Не Включая Половину Этой Минхи То Мишна Изумительно Понятно Просто Очень Хорошо Помните Мы говорили О том Что Барай Чуть Выше В Гемаре Сообщал Нам Что Раби Вызаскал Мудрец О последней Половине Минхи Говорил Говорит О Половине Последней Малой Минхи Когда Установили Предельный Срок Молитвы Все Только Говорили Правильно Да Про Малую Минхи Не Забываем Об Это Вот Мишна Будет Понятно Почему Гайну А именно Вот Что Это Означает Потому Что Есть Бэйн Между Раби Иудой И Рабанан И Рабанан Между Рабанан И Раби Есть Разница Тогда Понятно Что Они Спорят Они Не Мог Двыть Одно И Тоже И Не Не Было Приведено Спор С С Именами Раби Иуда Почему Если Не Включает По Раби Иуде Минхи Произносится До Одиннадцать Часов Без Четверти Так Мы Говорили Одиннадцать Без Четверти В то Время Как Мудрецы Сказали До Двенадцать Часов От Эров До Кончания Светлой Час Часи Суток Почему Потому Что Вот Эту Половину Минхи Включать Не Надо Эла Амарта Адве Адбихлаль Но Если Ты Говоришь Эла Но И Амарта Если Говоришь Ты Говоришь Адв Адбихлаль Включая Включительно То Надо Ключить И Вторую Половину Срока Минхи Кому Говорим До Второй Ключа Ее Нужно Ключать То Называется От Чего От Одиннадцати Без Четверти До Двенадцати В этот Тот Срок Когда Минху Еще Можно Говорить До Двенадцати Так Это Мудрецы Сказали До Двенадцати Прям Переходим На Следующую Страницу Раби Ивуда Раби Ивуда Это Конец Нашей Страницы Листовый Гайну Рабанан Это Не что Иное Раби Ивуда Это То Что Он Сказал И Получается Рабанан Мы Сейчас Пришли На Лист Двадцать Седьмой А Первая Страница Там Всего У нас Двословные Сегодняшнем Уроке С этого Листа Их Мнение Совпадает Они Сказали Минху Говорят До Двенадцати Так сказано Мишне Чего Не Может Быть Иначе Зачем Было Выделять Все Это Отдельно Раби Ивуда И Мудрецов Привели Сказали До Полуночи И все Следовательно По поводу Минхи Слово До Означает Не Включительно Да Он сказал До Половины Минхи Не Включая Вторую Половину Минхи А значит То же самое По поводу Шахарита Шахарита Другими словами Говоря Прошахарит До Четырех Часов Раби Ивуда Имеет Ввиду Не Включительно Не Включая Четыртый Час То есть Начало Четвертого Часа С начала Дня По нашему Говорят До Трех Часов Вот Мы Сейчас Взяли И посмотрели Как Гемар нам Объяснила Как Понимать Раби Ивуду Из Минхи Мы Видим Что Не Включая Тот Срок До Которого Борется Включая Четвертый Час На Следующем Уроке Я смогу Обрадовать Все будет Очень Хорошо С Божьей Помощью И мы Увидим Что Все Совсем По-другому Большое Спасибо На Это Успехов Вам В Учебе И во Всех Делах Еврейских Которые Вы Делаете Для Своей Пользы И для Пользы Еврейского Народа Всего Хорошего Шалам Шалам